привет друзья сегодня у нас на обзоре наконец-то скутер yamaha gear давайте его посмотрим сделаем на него обзор тест-драйв посмотрим его фишки особенности поговорим про его плюсы и минусы свое субъективное мнение тоже расскажу давайте начнем сначала с внешности с экстерьера так я думаю примерно вы поняли как он выглядит вообще в целом jog и gear это в категории 50 кубов на таких честных японских это наверное вообще два лидера в нашем городе в доставке ну и вообще в целом это скутеры хорошие не обязательно для доставки просто для себя куда-то ездить тоже подходит хорошо так ну давайте начнем с внешности то есть гир он так выглядит более утилитарно как работяга такой типа чисто сзади у него ну вот и сзади такой багажник вот ну и спереди тоже багажник такое утилитарное чисто возить вот всякая вот так вот они кажется выглядит в общем не очень сильно то есть внешне он не честно говоря не очень нравится вот ну кому-то без разницы как он выглядит лишь бы ездил кому-то важно кому-то не важно то есть у всех мнение разное на этот счет так что думаете насчет внешности нравится вам или нет сами так вот покажу что могли спереди можно их не сравнить то есть видно у него вот это такая фара идет но она выглядит очень просто и вот эти боковые поворотники как бы даже не как их ну не постарались сделать как на джоге ну чтобы они были как-то стильно и симпатично смотрелись ну и аккуратно просто максимально утилитарно как будто на ком-то я не знаю как он на яви каком-то внедорожном в общем ладно так на джоге хоть постарались вот это вот сделать как-то обтекаемо все так дальше у них как мне кажется с 3 вилка отличается на джоге над как это обычная прямая и крепление вот такой вот а здесь как-то она вот так идет ниже и держится вот здесь передний тормоз и задние там и там барабанный минус то что слабовато барабанный тормоз тормозит но его по времени надолго хватает то есть колодки не надо сильно часто менять резина здесь какая-то стоит непонятно какая резина какой-то urban короче не значит резина но не та самая какая-то не сильно известная фирма получается так ну с мордой да вроде разобрались но сами видите кому это нравится кому-то да тогда начинать так давайте посмотрим на его спидометр спидометр также здесь такой вот максимально простой скорость одометр уровень топлива также лампочки скорость проблемы с двигателем перегрев так дальше пульты пульты у нас такие максимально тоже простые очень похожи на джоговские но как-то они сильно попроще выглядят а так по управлению все абсолютно тоже самое но свет дальний ближний верх низ поворотники влево вправо выключить сигнал к завести заводится также так о не понял никита а у тебя вот это куда делась его не было или это самое а вот это что такое так и было вот это ну а вот этот а то что нету это так и было да так это вообще пипец какой-то мне не нравится я привык я привык короче я понял привык двумя вот так руками тормозить сразу ну чтоб когда надо хорошо тормозить ну да такой тормоз задние это больше ближе как к мотоциклу но именно если говорить про обычные классические скутеры то мне больше привычно как вариатор и вот здесь два тормоза вот это кстати для меня был шок что здесь нету этого короче но заднего тормоза до ручки заднего тормоза я просто я даже удивился я уже в такой машинально хотел потянуться за ней типа и а ее нету но передний тормоз что тут у нас а это вот это чё за кнопка что за блокировка а типа ручника а вот это вообще фишка ништяк короче на многих но таких нормальных крутых скутерах есть такая опция блокировки колес типа чтоб он никуда не укатился не скатился на джоге ее нету кстати вот это за это лайк это плюс так спидометр понятно сейчас на джоге покажу ну на джоге вы видели так и сам материал ручек он какой-то такой более другой более простой такой дубовый что ли на джоге как-то помягче поприятнее мне кажется из первых фишек особенности этого скутера конечно такая корзинка ну честно говоря она очень чтоб именно и в доставке работать и что-то такое возить всякие там продукты все закидывать это очень удобная штука выглядит конечно не особо ну это ладно так кстати тут в базе идет сразу боковая подножка и центральная а я на свою боковую докупал пластик даже здесь как-то на полу по-другому выглядит такой он как будто более такой простой и дубовый на джоге он как-то выглядит поприятнее и как будто помягче хотя может быть не знаю может быть по факту одно и то же но как-то он чуть-чуть по-другому выглядит так давайте дальше так ну вот эта фишка особенность то что задний тормоз вот так вот с педали кому-то это удобно кому-то нет но лично мне это кажется неудобно и многие как-то то ли случайно нажимают я слышал истории то ли еще что-то в общем не всем эта педаль нравится то есть это такой не совсем плюс также есть крючочек для повешения пакетов спереди а вот здесь под сидушкой нет у меня под сидушкой тоже есть для маленьких пакетов так дальше посадка ой так не укатимся мы сидим вот так вот как на табуретке и это вот из минусов которые я хотел сказать то что на джоге вот так вот впереди более-менее лыжи есть и можно так сесть на самый зад вот так ногу поставить выпрямить и сидеть с прямыми ногами здесь вот ну так не получится сделать то есть этот ну и вообще что это минус такая фишка что вот именно только такая посадка как бы это минус 1 наверное внешний вид но для меня это второй минус но это не внешний вид не самое главное так дальше давайте пойдем ну тут у нас получается тоже 50 кубов инжекторный двигатель воздушное охлаждение хорошие надежные современные ямаховский движок примерно движки у них одинаковые мне кажется по джогу и очень сильно за взаимозаменяемые по деталям вот в принципе все стоит не так дорого кроме коленвала ноги на гири и на джоге так здесь воздушный фильтр какой-то он другой формы вариатором они отличаются потому что на джогах и других моделей идет один вариатор на гирах там идет какой-то и бвс еще какие-то другие в общем там другой вариатор и видимо и ремень другой и сам по себе по факту потом и ремень дороже я так понял стоит на гир чем на джог то есть это наверно может быть минус может не минус не минус вот ну и возможно вариатор тоже дороже так давайте посмотрим на заднее колесо вот тут вот у нас тоже такое отличие на джоге колесо уже задние на гире шире то есть у него в принципе зацеп лучше вот ну а из-за того что колесо уже на джоге то есть это больше как экономичность идет так давайте дальше ну и вот такая фишка особенность то что есть вот такой багажник то есть можно много чего прикрутить даже можно вот такую корзинку поставить туда все закидывать можно сумку в этом плане удобно дальше фишка особенность у нас вот такое сиденье то есть короче она блин собой измерителя нету сантиметров наверное может 10-20 мне кажется сидушка короче чем на джоге то есть она ну видите то есть вот так и вот так так по размере по размеру по длине так на тяжело сказать чуть-чуть может гир по длине будет вот ну то есть блин на джоге мне как сказать я сажусь на джоге вот на самый конец ноги ставлю вперед то есть вообще по сути это такие скутеры хорошие для одного то есть здесь одному ездить там одному но видел ездят либо молодые там худые иногда пореже но взрослые едут парень и девушка вдвоем то есть вот как бы я не знаю но чтобы вдвоем ехать это получается нужно сесть вперед на самый край ноги как-то вот так вот пошире сделать ну и сзади человек еще будет сидеть то есть это во первых очень неудобно вот во вторых это как сказать но не удобно да и скутеру тяжело будет ехать мне кажется так на такой скутер вот еще говорят что продается дополнительное седло вот давайте теперь про скорость поговорим вот лично на моем скутере почему стоит ограничитель максимальная скорость 47 километров в час вот и больше он не едет но разгоняется в принципе сейчас на этих пружинках которые стоят до 20-30 слабовато после 30 до 50 и в принципе хорошо разгоняется динамика вот а у тебя максимальная скорость сколько 55 а ты говорил он там быстрее едет 60 70 нет а если вариатор поменять можно придумать короче там забавится ладно понял тогда есть еще другие джоги с другой наклейкой они почему-то едут быстрее там 55 60 чуть чуть больше 60 даже бывает также есть джоги там снимают ограничитель и на они едут где-то километров до 70 вот в плане скорости вот так значит они плюс-минус одинаково едут также мне кажется у них разные настройки двигателя гир он такой более тяговитый в этом плане мне кажется и мы возможно и в горку он легче едет чем джог ребят скутеры в общем то выглядят вот так про них я рассказал много чего по внешности смотрите сами кому что нравится по ценам бушные в жоге где-то в районе 50 если плохое состояние дешевле беспробежные где-то вот 65 гиры по моему дороже 70 80 где-то не беспробежные бушные наверно подешевле будут стоить ну и почему-то часто в доставку кто в аренду сдает чаще почему-то джогов берут я не знаю почему вот ну вот и знакомые которые сдают скутеры то есть они у них чаще получается они берут себе джоги может быть потому что они дешевле не знаю так то давайте попробуем прокатиться на этой на этом скутере и будем заканчивать обзор так ну что сейчас завожу виду ямаха гир посмотрим на мои ощущения от вождения заводится тихо хорошо принципе ручка газа такая очень плавная ого посадка прям очень низкая действительно а когда я еще на него сажусь он еще такой от моего веса получается проседает и прям очень низко сидишь у меня аж ну как это сказать ну колени прям что ли сильно сгинается то есть на джоге реально чуть-чуть но повыше посадка то есть и клиренс по-моему на джоге тоже повыше то есть клиренс выше и посадка выше высокая посадка мне больше нравится у тебя бензина молода что а он не работает но всем спалены литров бак на гире хозяин говорит это хорошо потому что на джоге где-то литра 4 а расход примерно какой не считал но литра 2 тоже наверно где-то примерно ну плюс минус тогда зависит еще по горам не программ ну примерно у них плюс-минус одинаковый расход возможно он чуть-чуть немножко больше джога есть но не критично это все копейки на таких скутерах потом когда к другим скутером перейдем вот там вот расход как на карбюраторных там совсем другой расход так ладно попробуем так ну поехали так но посадка такая конечно как на табуреточки сидим передний тормоз такой слабенький заднем как-то вообще с непривычки боюсь пользоваться главный ник никуда не въехать конечно картинка вот это спереди прям он таким квадратным весь ощущается как будто я на каком-то гелендвагене еду ну то есть джок он такой весь обтекаемый малогабаритный а гир он прям такой ну большой квадратный вот сейчас едем в горочку протестируем в горочку как он едет сначала прямо потом развернусь и поеду в другую горку ну ручка газа вообще плавно работает плавно реагирует прям газ адекватный по наклонам влево вправо в принципе скутер по весу тоже легкий но в районе 50 60 килограмм по ощущениям моим то есть достаточно по наклонять по заваливать в принципе можно сейчас проедем в горку поднимемся как он едет проверим в горку просто отлично тянет с нуля до 30 прям у меня бы джок похуже бы сейчас в эту горку разгонялся вот смотрите чуть ли не с нуля буду газовать и он начнет разгоняться не знаю я эту дорогу ребят еду куда еду там если чё развернемся так кстати как как вообще ощущение от дороги сейчас скажу но едет прям знаете очень мягко прям все вот эти стыки кочки прям и подвесками более мягкой чем у меня сами амортизаторы получается и едет мягко то есть ну в плане того как едет ну хорошо мягко нравится мне блин у меня честно говоря ребят с такими тормозами мне прям даже страшно на нем как бы разгоняться потому что очень непривычно так возможно здесь уже в тупик тупик приехали ну сейчас развернемся ну честно говоря в горку едет пацаны вообще бомба ну намного лучше чем мой но на моем там надо пацаны пружинки менять то есть если на моем пружинки поменять тоже будет хорошо ехать так на все там дальше тупик развернемся прекрасно это такой район сочи клубничная улица очень мне нравится много таких домов новых красивых новостроек но единственное минус то что дорога бетонка плюс горка в рядом улица все виноградная супер блин с горки мне на нем даже страшнее ехать чем получать зачем пор горку то получается я я газ отпустил и все и он остановится с горки на таких тормозах не очень непривычно прям за тормоза лайк не могу поставить а тяга в горку как едет вообще отлично и очень мягко но у меня пружин этот амортизатор задний усиленный стоит из-за этого у меня прям очень такой жесткий прям некомфортно и спине по спине долбят кочками но не нравится короче по кочкам не ездить на моем здесь оригинальный амортизатор все стоит сейчас проверим как он с горки едет как тормозит блин конечно педальку вот эту приходится чуть ли не в пол как бы вообще я привык даже не знаю как дать ну передний тормоз ребят вообще вата не знаю почему может ну нет но они как бы это передний тормоз он не скрипит он нормальный но я прям очень сильно рукой давлю и видите он едет то есть он не останавливается то есть сам скутер скорее всего тяжелее ну на джоке я возможно бы смог бы затормозить с этой горки передним тормозом но если не смог бы то задним бы помог точно бы остановился в горку едет хорошо по прямой тоже хорошо с горки тормозить тормоза не очень понравились чуть-чуть еще наверх в горку проедемся вниз и будем скутер отдавать по дорогам я туда не в город не хочу ехать по управлению так же скажу собака нас хочет так так хватит фу пошел сейчас остановимся в принципе по управлению по маневрированию хоро хорошо то есть получается как вам сказать скутер легкие управлять им легко не тяжело то есть на кроксе я когда катался то есть там тяжело реально поворачивать вот это маневрировать здесь в принципе с ездой с разгоном с поворотами в принципе у меня нет проблем то есть скутер легко подойдет для новичка для девушки ну так же как и джок то есть как первый скутер тоже подходит и джок и гир как первый скутер подходит руль легкий на джоке чуть-чуть полегче руль поворачивать маневрировать разворачивается легко сам скутер тоже легкий так что все в принципе по управлению тормоза не очень все остальное отлично сейчас получается прокатимся еще и будем заканчивать ну ноги не знаю видите вы или нет ну такая посадочка как на стуле сидишь кстати само кресло с там вот этот стул сиденья ну прям он тоже мягкий по ограничение скорости 40 значит я могу там разогнаться получается до 40 или до 50 если машину будет но машины скорее всего будет потому что здесь все время машины 40 ну кстати старт у него достаточно такой бодрый а после 30 по пути ладно потом Развернемся, поедем обратно Кстати, вот сейчас Газпол, короче, пацаны дал Усмотрите До 30 прям нормально Все бодро, хорошо едет После 30 почему-то уже такой Вяленький становится То есть от 30 до 50 Такой динамики нету То есть вялый начинает разгоняться Вот это вот все Так что что я могу сказать Ну это возможно там от вариатора зависит То есть от пружинок Я вон поменял пружинку большую Поставил оригинальную У меня с 30 до 50 динамика В принципе стала отличная А, ну может быть то, что я еще в горку ехал По прямой или с горки он-то получше будет разгоняться Ну конечно с горки он прям вообще не тебе Если как раз удать Какое дело с горки, блин, газовать Вообще 40-50 динамика с горки Даже страшновато становится Твой автобус, твой автобус Снять несли себе Отличный сход Прям простой Ну, относительно недорогой Как первый скутер для новичка Для доставки, для девушек Хороший скутер, ребят Если внешность устраивает То можете брать Ну ноги только вот как на джоге Вперед вот так не выпрямить минус А так нормально Едет мягко Сидение мягкое Ну все уже тут Дорога Сейчас с поворотами будет Ничего не разогнаться Блин, ну конечно интересно На новых скутерах Пробовать кататься Спасибо большое владельцу Хозяину этого скутера За то, что дал Такой возможность Прокатиться Тест драйв Ну и видео снять Вам рассказать Про этот скутер Извиняюсь Там есть и шум Ветер Сейчас еще микрофон Не приобрел Новый До этого два микрофона Уже покупал Потом обзор сниму Туфта Короче полная Буду другой микрофон Брать Видео Чуть позже будет Когда куплю Все расскажу Кстати Один микрофон Проводной Другой беспроводной Не знаю Кому нужен Напишите в комментарии Что с ними делать На авито продать Или может быть Разыграть Кому-то может быть Из подписчиков Нужны микрофоны Проводной Беспроводной В общем Видео потом сниму Посмотрите Напишите там Кому что надо Так давайте Такой еще тест Толкание ногами Ну относительно Не тяжелый Нормально Можно назад Сейчас Ой то есть Назад вперед Толкать Поворачивать Сейчас попробую Еще назад Чуть-чуть В горку Его потолкать Проверим Его вес Передний Тормоз Такой слабоватый Да А Передний Ну такой Ватненький Ну может Не знаю Ну знаешь Короче С горки едешь Тормозишь передним То есть не хватает Переднего С горки Ну передний Да Ну я Подтормаживал Этим Как его Задним Помогал Так Так давайте Че попробуем На центральную Установить Установить его Ох Тяжелый Нифига Да Ну нафиг Блин А задница То у него Тяжелая Я когда на нем Ехал Я думал Он легкий А жопа у него Тяжелая Потяжелее Джога Так Так Ну че Ребят Вы все Видели Вы все Слышали Если Плохо Было Слышно Повторю Ну поворачивать Все управлять Легко Подвеска Хорошая Мягко Тормоза Слабоватые В горку Прям хорошо Вообще Ну поднимается Классно До 30 Вообще Хорошо едет С горки Так вообще Летит Просто Ну управлять Легко Мне понравилось Сидит Ну посадка Не очень удобная Так что В общем Если вас устраивает Вот такая посадка И внешний вид Такой Утилитарный Больше Как перевозить Его То А багажник Забыл сказать А Это че такое Занета А Блин Я даже не подумал Я привык На всех скутерах Я вам вот это Чуть Сколько литров Огромный бак 7,5 Литров Это если его полный Залить Это на сколько хватит Дня на 4 Наверное Таксовать Вот так вот Спокойно Сколько Ну мне на 2 хватало Прям на 2 Дожди А ну Ты много работаешь Ну если у тебя Твои 2 Это как у меня 4 Грубо говоря Ну примерно Так плюс-минус Ну грубо говоря На 4 дня Майер Как я работаю Пацаны Вечером Грубо говоря Это на 4 дня Одного пока хватит А может быть Там и на 5 Как ездить Ну 4 хватит Еще 5 С запасом Останется Ну конечно Я в шоке Что здесь Как это сказать Нету такого Под сидением Багажника Вот Я прям в шоке Вот это Фишка И особенность Никогда Такого не видел На скутерах На всех скутерах Здесь багажник Бывает то Что открываешь крышку Тут багажник И еще место Свободное А вот здесь Прям вот так Вот сделали Не ну на самом деле Большой этот баг Это хорошо Потому что вот Бывает на джоге Там нужно заехать Либо каждый день Либо раз в 2 дня Постоянно заезжаешь Заезжаешь на заправку Время теряешь А тут как бы Это самое Короче Можно Да Каждый день Не обязательно Заезжать на заправку Можно раз в 2 дня Раз в 3 дня Заезжать Ну Смотря как ездите Если мало ездите Только там на работу И домой Там в магазин То вообще На неделю Наверное легко Бензина хватит Или больше Ну Очень экономичный Тоже скутер Как джог Плюс-минус Одинаково Они кушают Там На 10 рублей Больше может быть Он кушает Ну Не сильно Не критично Ну Ремень Я сказал Из минусов На них ремни Более дорогие И сами вариаторы Более дорогие Потому что Такие более мощные Более тяговитые От более крутых моделей Ямаха Сюда ставится вариатор Все Всем спасибо За просмотр Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Будут еще обзоры На скутеры Так что Маленький инсайт Я себе новый скутер Купил Потом Про него Будет позже Контент Вот На джога Тоже обзор Окончательный Сниму Вот Все Всем спасибо Извиняюсь И еще добавлю Это Получается 49 кубов Нам подходит Если у вас просто Есть права Как его В Ну обычные На машину То на нем Можно ездить А не нужна То есть Если у вас Есть просто А или Любая другая Категория Ну то есть А там А1 Тоже можно ездить То есть Здесь на него Идет М1 49 кубов То есть Страховка Не нужна Номера не нужны Регистрация в ГАИ Не нужна То есть просто То есть Такая категория Беспроблемная Взял Все Ездишь Там договорку При продаже Трава с собой И все Ездишь Номера Страховка Ничего не надо То есть Это тоже Плюс К этому И этому Скутеру Это у нас Как сказать Таких лидеров рынка В разделе 49 Честных кубов Мы Посмотрели С вами Обзор Сделали Сделаем Дальше Если Найду Получается Китайцев Которые идут Типа 49 кубов А по факту 150 То тоже Сниму Расскажу Ну да То есть Он подходит Для новичков Там Для девушек Кто не хочет Париться Там Кто хочет Просто Работать То есть Вот такой Скутер Простой Беспроблемный Ремень Меняй Пружинки Меняй И все Они Со временем Растягиваются То есть Запчасти Все дешевое Кроме Каленвала Каленвал Дорогой Ой Извиняюсь Все Спасибо По клиренсу Вот получается Джок повыше Еще чуть Кир пониже То есть На таких Резких Спусках Склонов На лежаках На бордюрах То есть Гир будет Почаще Цеплять То есть Это тоже Учитывайте Так что Все что я мог Про эти скутеры Вам рассказал Запчасти В принципе Я думаю Все дешевое Кроме Каленвала На них Так что В принципе Хорошие Скутеры Надежные Рабочие В любую погоду Ездят Ломаются Редко Вообще Рекомендую Всем У меня И знакомые Девочки Ездят И пацаны Все довольны Для работы Скутеры Вообще Классные Так Еще Забыл Добавить Ну мы Так В скутере Вообще Резину Берем Я брал Перед Зад 4500 Одинаково Стоит А мои Сами Покрышки Одинаковые Ни разно Широкие Ничего На джоге На гире Смотрите 5000 Стоит Задняя Michelin Ну Пирели Наверное Примерно Так же Будет Стоить А передняя Michelin 6500 Стоит То есть Он По вариатору Будет Дороже И По По резине Тоже